МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершив полномасштабное вторжение в Украину, Россия оказалась в международной изоляции. Один из самых пессимистичных сценариев превратиться в подобие северокорейской диктатуры сегодня становится наиболее реальным. КНДР едва ли не единственный партнер России на мировых площадках. В июне этого года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор об углублении сотрудничества между двумя странами. В числе прочего, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Чего ожидать от сближения Путина и Ким Чен Ына? Способно ли северокорейское оружие усилить армию РФ? И чем на это готов ответить цивилизованный мир? В начале лета в Пхеньяне состоялась официальная встреча Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Помпезная церемония ознаменовала новую эру сотрудничества двух диктаторских режимов, что и было утверждено в договоре о стратегическом партнерстве. Газета «Нью-Йорк Таймс» называет документ «возобновлением гарантии безопасности времен Холодной войны», который восходит к договору о взаимной обороне, заключенному между Пхеньяном и Москвой в 1961 году. СССР относительно Северной Кореи действительно находился в очень сильной позиции. То есть Советскому Союзу от Северной Кореи особо ничего не было нужно. То есть просто вассальная лояльность, какие-то политические сигналы внимания, поздравления с годовщиной Великого Октября, что-нибудь подобное. Сейчас Путин едет в Корею, потому что ему нужно. Ну и для него такой ход на самом деле является отчасти вынужденным на самом деле. После краха Советского Союза отношения России к НДР были прохладными. Но ситуация начала меняться с приходом к власти Путина. Именно он стал первым главой в российско-советской истории, кто посетил Северную Корею. Тогда же, в 2000 году, был подписан договор о партнерстве между странами. Это были, наверное, такие действия на перспективу. И, как видим, сейчас эта перспектива сработала, потому что уже оказавшись совсем другой ситуацией, в ситуации крайне ограниченных возможностей, в том числе и встречаться с какими-то мировыми лидерами, Россия сделала уже откровенную ставку на сотрудничество с Северной Кореей. Надеюсь получить от нее, наверное, не только снаряды и живую силу в перспективе, но и, опять-таки, использовать ее для развязывания каких-то очередных горячих точек, которые, по мнению российского руководства и лично Путина, должны отвлечь внимание от российско-украинской войны. Детали нового договора между странами скрыты. Россия и Северная Корея обнародовали выборочную информацию, из которой неясно, обеспечены ли те же гарантии, что и в соглашении 1961 года. Однако в новом документе говорится следующее. В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. По данным разведслужб США, страны еще в прошлом году договорились о поставках в Россию северокорейских ракет и боеприпасов. Взамен Ким Чен Ын потребовал передать к НДР ключевые российские военные технологии. Взаимоотношения между Северной Кореей и Российской Федерацией они очень предметные. Там нет на самом деле какой-то идеологической составляющей. Но то, что они взаимовыгодны, это абсолютный факт. Северная Корея нуждается во многих вещах, которые, к огромному сожалению, есть у Российской Федерации. Прежде всего, это продукты питания. Ну, как минимум, серьезные перебои с продуктами и Северная Корея ощущает постоянно. И второй факт – это технологии космические, военные, в том числе и ядерные. И эти все моменты чрезвычайно важны Ким Чен Ыну на фоне тотальной международной санкционной изоляции. В недавней публикации газеты «Нью-Йорк Таймс» уточняется, что обещанная Москвой помощь в договоре не конкретизируется. Однако есть вероятность передачи технологий, которые Пхеньян стремится использовать в развитии ядерного арсенала. Вместе с тем, агентство «Блумберг» указывает, что КНДР нуждается в деньгах, товарах и технологиях, чтобы реализовать свои планы по строительству атомной подводной лодки и развертыванию спутников-шпионов. Российская Федерация использует любые лазейки и взаимоотношения с теми партнерами, которые готовы клюнуть на деньги, они используют исключительно в своих целях. Но, опять же, кроме технологий, помощи ВПК, еще используются и люди. Насколько я понимаю, в пакете взаимоотношений Северной Кореи граждане, квалифицированные сотрудники, которые нужны для масштабирования развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации, будут в том числе браться и оттуда. Потому что, понятное дело, что, скажем, работа на объектах ВПК, она сложная, она энергозатратная, и более того, россиянам за такую работу нужно платить приличные деньги. А вот, например, людям Северной Кореи столько платить не нужно. Услуги северокорейских рабочих на протяжении десятилетий остаются востребованными в России. Ведь для Кремля это дешевая рабочая сила. С другой стороны, трудовые ресурсы из КНДР всегда были коммерческим проектом, который приносил выгоду как режиму, так и самим северокорейцам. Для большинства из них это единственная возможность выбраться за пределы собственной страны и хоть как-то заработать в России. Для Северной Кореи это еще очень выгодно с имиджевой точки зрения, пропагандистской точки зрения, что у нас есть договор с крупнейшим ядерным государством. Я не думаю, что речь идет о какой-то прямой помощи России и Северной Кореи в случае начала войны с Южной Кореей, поскольку тут нужно понимать два момента. Первый момент. Эта война возможна только в случае агрессии со стороны Северной Кореи, как, кстати, и Первая Корейская война, потому что тогда, и пока единственная, тогда именно Северная Корея напала на Южную. Второй момент. Это все-таки регион, который своей сферой влияния считает Китай. И я думаю, Россия прекрасно дает себе отчет, где граница допустимого и граница тех шагов, которые они могут совершать по отношению в том числе и к Северной Корее. Жест отчаяния. Именно так называют соглашение Кремля с Пхеньяном. Ведь изнурительная путинская война истощает российскую экономику и возможность поддерживать армию РФ. Информация о дефиците снарядов появилась еще с начала 2023 года. И едва ли не главным источником пополнения этих запасов стала именно Северная Корея. Ведь большинство ее техники – это старые виды советского вооружения, которые в лучшем случае доработаны. Понятно, что Российской Федерации категорически необходимы новые снаряды. Производственные линии РФ не способны самостоятельно обеспечивать то преимущество, которое российской армии необходимо. Сейчас у них на фронте есть определенное преимущество в количестве артиллерийских снарядов до сих пор. Но оно достигается в том числе благодаря поставкам из Северной Кореи, которые ранее были подписаны. Видимо, желание Путина расширить эти показатели. Артиллерия играет важную роль в северокорейской военной доктрине, а главными калибрами КНДР являются советские 122 и 152 мм. Эксперты отмечают, что Россия производит около полутора-двух миллионов снарядов в год при расходе в 10 миллионов. Поэтому открытым остается вопрос, какой частью своего арсенала готов делиться Ким Чен Ын. Так или иначе, обращение за помощью к Северной Корее указывает на тяжелое положение Путина и деградацию российского оборонно-промышленного комплекса. Согласно изданию «The Washington Post», Пхеньян поставил в Россию около 1,6 млн артиллерийских снарядов с августа прошлого года по январь 2024-го. В то же время в медиа и соцсетях россияне жалуются на северокорейское оружие. Об этом пишет издание «The Moscow Times». Больше всего нареканий от «Зет» военкоров на качество и количество пороха. Абсолютный кал. Если снаряд долетел и разорвался, у расчета орудия праздник. Все танцуют и поют хвалебные песни председателю Киму. Если снаряд не долетел и упал на голову нашей пехоте, скажите спасибо полуголодным корейским подросткам, собравшим его за миску риса. Вполне возможно, что Кремль рассчитывает и на поставки тяжелой техники. Танковая армия КНДР все еще состоит из советских Т-54 и Т-62. Несмотря на безнадежно устаревший арсенал, сейчас, когда Россия снимает с хранения собственные Т-62 и Т-54, вопрос технического отставания уже не столь важен. У КНДР есть и более новые разработки. Однако их характеристики могут быть далеки от заявленных. Ну и плюс давайте вспомним действительно баллистику. Я не исключаю, что это могло быть чуть ли не инициативой какой-то определенной со стороны именно Северной Кореи по одной очень простой, банальной и страшной причине. Это же возможность испытать эти ракеты. Понимаете? То есть понять, чего они действительно стоят в условиях непосредственно боевого применения. Поэтому с этим надо что-то делать. И если эти, ну даже уже не подозрения, а какие-то факты, которые свидетельствуют об этом сотрудничестве, их будет становиться все больше и больше, ну тут ход уже как бы за другими странами, потому что это абсолютно неприемлемая и кричащая на самом деле ситуация. КНДР десятилетиями находится в условиях тотальной изоляции со стороны большинства стран мира. В 2016 году все 15 членов Совета безопасности ООН согласовали расширение санкций из-за проведения ядерных учений в КНДР. Все формы военно-технического сотрудничества с Пхеньяном запрещены резолюциями Совбеза ООН, частью которого является и Россия. Однако Кремль, находясь под санкциями, не боится таких нарушений. Это уже чрезвычайно сложно каким-то образом противодействовать взаимоотношениям Северной Кореи и Российской Федерации. Эти страны просто игнорируют международное право и тем более какие-то санкционные ограничения, которые в рамках этого международного права скажем, международные субъекты накладывают на те или иные страны или там юридические лица. Россия, пользуясь своим все-таки положением в Совбезе ООН, пытается его каким-то образом выгодно конвертировать вот в таких отношениях с Северной Кореей. Но мы понимаем, что она вводила санкции против Северной Кореи, когда пыталась находить общий язык, в первую очередь, с Соединенными Штатами, с Западом, пыталась имитировать всяческую кооперацию и единую дипломатическую линию. Поэтому такой вот резкий маневр, он на самом деле говорит еще о том, что Россия окончательно увязает свои антизападные позиции, что она будет все более и более углубляться в ней, причем не только по поводу себя самой, но и становиться такой платформой, с которой она будет пытаться усиливать эти настроения в других странах. Первый за последние 24 года визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею больше напоминает шаг отчаяния, чем налаживание связей. Однако визит Путина в Пхеньян несет определенные риски и для России, ведь грозит ухудшением отношений с главным политическим и экономическим партнером – Китаем. Китай раздражен тем, что происходит, и Китаю рано или поздно придется принимать какие-то решения, в том числе не очень популярного характера, потому что, судя по всему, Северная Корея и дальше будет дергать за усы западный мир, давайте так скажем, будет делать какие-то провокации против Южной Кореи, и вероятность конфликта или провокации какой-то, она достаточно велика. Китай по состоянию на сегодня, я подчеркиваю, по состоянию на сегодня к этому не готов. Вот еще показательная была история, когда Синь Цзиньпинь встретился с Байденом, в Сан-Франциско, они поговорили там о многих вещах, и потом, в том числе, наверное, вспоминали и Северную Корею в контексте Российско-Украинской войны. Что характерно, после этой встречи, там, несколько недель, даже больше, по-моему, все железнодорожные станции, которые работали на отгрузку товаров в закрытых контейнерах, которые шли в Российскую Федерацию, то есть это, скорее всего, было оружие, они не работали. Но насколько он будет сейчас в эту историю вмешиваться, ну, этот вопрос пока открытый на самом деле. В то же время официальный Пекин настороженно относится к сближению Москвы и Пхеньяна и держит дистанцию от идеи оси Пекин-Москва-Пхеньян. Недавно Китай и Южная Корея даже провели первые за 9 лет переговоры о безопасности. Как отмечает газета Financial Times, это еще раз указывает на то, что Пекин не готов стать участником клуба стран-изгоев вместе с РФ и КНДР. Китай просто катастрофически наращивает свое влияние на Российскую Федерацию, и Китай имеет монопольное влияние на Северную Корею, которая, по сути, не имеет других окон для экспорта в мир, кроме как Китай. Но Китай просто на правах старшего партнера, он иногда их сводит и вот так модерирует. Он дает, например, сигнал Северной Корее о том, что можно. Да, окей, типа, поставляйте эти снаряды. Китай в этой вот большой-большой-большой геополитике опирается на то, что он будет противодействовать США, но для него категорически опасна международная изоляция, потому что он очень зависит от международной торговли. То есть, да, безусловно, Китай поддерживает Россию, но до определенной черты. Модернизация Северокорейской армии при поддержке россиян может сильно пошатнуть военно-стратегический баланс на Дальнем Востоке. Тем временем Южная Корея готова ответить на такие риски. 23 июня агентство Yonhap опубликовало заявление советника президента Южной Кореи по национальной безопасности Чан Хо-Джина. Чиновник заявил, что его страна может предоставить летальное оружие Украине, если РФ передаст Северной Корее высокоточные ракеты. Я хотел бы подчеркнуть, что решение о предоставлении оружия Украине зависит от того, что сделает Россия. Останется ли у нас какая-то ограничивающая линия, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие? Южная Корея, она, во-первых, должна сделать то, что они уже как бы планируют. Снять барга вообще на продажу или передачу оружия в Украине. У них есть там запрет, что это нельзя делать странам, которые находятся в состоянии войны, фасути. Но они могут от этого отказаться. Или делать это через третьи руки более активно. Если оставить это без внимания, ну, сотрудничество между режимами будет только нарастать. Но рано или поздно это приведет, как минимум, к региональному взрыву. И тогда уже будет поздно какие-то решения принимать. Украина это прекрасно понимает, поскольку мы в этой ситуации находимся. Южная Корея нет, и будем надеяться, что она там не будет. Но ей нужно действовать в том числе на убреждения. До недавнего времени именно Северная Корея была источником военной и ядерной угрозы в мире. Однако сегодня и Россия во главе с Путиным заняла это место. Переступив красную черту и начав военную агрессию против Украины, Путин определил путь, по которому движется его страна. Можно говорить, что на сегодняшний день Россия – это такая очень лайтовая версия Северной Кореи. И, в принципе, Северная Корея здесь выступает своеобразным указателем для России, куда она может двигаться и кем она может стать. Понятно, не в контексте настоящего, потому что все-таки Россия в этом плане другой тип авторитарного режима. Корея – это классическая диктатура, тоталитарный, абсолютно тоталитарный режим, очень идеологический. И россияне какие-то такие элементы у себя выстраивают, делают это достаточно активно и успешно. Потому что для любой диктатуры, любой автократии, если она не готова к какой-то либерализации, Россия к ней не готова, для нее характерно дальнейшее закручивание гаек, а это именно путь Северной Кореи. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна является общим вызовом для Украины и мира, поскольку такой союз поддерживает способность РФ затягивать войну и увеличивает напряжение на Корейском полуострове. В то же время отчетливо показывает новое место России в мире. Сегодня Кремль пытается найти выход из международной изоляции путем лихорадочного поиска союзников. Но находит их лишь среди таких же изгоев. Редактор субтитров А.Семкин